ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Многим автошколам в ближайшие месяцы придется закрыться, считают в Национальном союзе автошкол. Основных предпосылок для этого три. Подорожание автомобилей, рост цен на запчасти, ухудшение материального положения граждан. По данным организации, еще весной этого года число желающих пройти курс обучения сократилось на 50%. В более выгодном положении, говорят специалисты, находятся автошколы, которые готовят водителей на основе долгосрочных контрактов. В любом случае, плата за обучение на права в скором времени заметно увеличится. ТРАССА 101 Автомобильный завод «Москвич» в российской столице начнет работу ближе к концу 2022 года. До начала 2023 на предприятии собираются выпустить 600 машин, включая две сотни электромобилей. На полную мощность компания выйдет, как ожидается в 2024-м, 100 тысяч авто. Модельный ряд будет включать в себя четыре кроссовера и седан. Ранее социологи выяснили, что около трети наших соотечественников положительно относятся к возрождению автомобильной марки «Москвич». ТРАССА 101 Страховщики выяснили наиболее опасный с точки зрения участия в ДТП возраст женщин-водителей. Это 38 лет, информирует издание «За рулем». На втором месте оказались представительницы прекрасного пола в возрасте 33 года. На третьем – 61 год. Что еще любопытно, серьезные автоаварии, в которые угодили дамы, неравномерно распределены по году. Летом таких инцидентов немного. Их пик приходится на январь, февраль и март. ТРАССА 101 Белорусы создали свой первый спортивный электромобиль. Какое название получила машина – неизвестно. Но ясно, что в серийное производство ее запускать не будут. Главная задача – оценить работоспособность различных узлов и агрегатов, включая двигатели и аккумуляторные батареи. Спорткар получился весом чуть более одной тонны. Разгон до сотни занимает 6 секунд. Наши соседи ставят цель уменьшить этот показатель почти вдвое. ТРАССА 101 А японские инженеры разработали автомобильные кресла, в которых либо не укачивает вовсе, либо неприятные ощущения и дискомфорт сводятся к минимуму. Фишка таких кресел заключается в подголовнике особой конструкции. Глава водителя или пассажира остается в нем практически неподвижной, что нейтрализует реакцию организма на резкие повороты, ускорение или замедление. Японцы считают, что автопроизводители должны уделять больше внимания борьбе с укачиванием, потому как наступает эра беспилотных электромобилей, когда все мы будем пассажирами. Именно у них, а не у водителей, чаще всего во время движения ухудшается самочувствие. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. Продолжение следует...